И это кровавое постановление было подписано нашим правительством. Налицо старение автопарка. Автопром продает нам автомобили дороже на 2 миллиона тенге. Делается это все для того, чтобы лоббировать интересы российского автопрома. Правительство, оно как бы испытывает, оно уже до точки кипения доводит. Вопрос к Смаилову, Ускимбаеву и Лаврентьеву. Вы сами на каких автомобилях ездите? Общий привет! До старш! С вами я, Вадим Барейко, и канал Гиберборей. В понедельник и вторник меня не было в эфире, и некоторые зрители стали тревожиться, уж не случилось ли чего. Все нормально, просто. В воскресенье у меня был день рождения, и я дал в этой связи себе и команде 2 дня отдыха, которых у нас давно не было. Мне исполнилось 63 года, как вы видите по майке. Я вышел на пенсию, но никуда не ухожу. Остаюсь с вами. Будем продолжать работать в прежнем режиме. А теперь к делу. Мы находимся в национальном пресс-клубе, который теперь находится не на проспекте Фурманово, в скором будущем проспект Кантар, я надеюсь, а здесь в горном гиганте. И сегодня здесь пройдет пресс-конференция на такую тему. 15 ноября вступило в силу решение правительства снизить уровень безопасности, выпускаемых в обращение транспортных средств. То есть это то же самое, что случилось в России. Ну, сейчас все это объяснят специалисты, участники движения «Нет. Утись в сбору». Что же заставило кабинет нашего Смайлика, премьера Алихана Смаилова, пойти на такой абсолютно фантастический шаг? Прежде чем начнем, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем ежедневном выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты и не забывайте про донаты. Копков, рахмет за них. Огромное всем спасибо. Безборгенез, мы делаем гиперборей вместе. Начинаем. 4 ноября было принято поставление правительства, согласно которому наши автопроизводители отныне могут не устанавливать в подушке безопасности системы, важные системы безопасности, такие как ABS и ESP, а также понижено требование к экологическому классу автомобиля до евро-ноль. То есть мы не только откатились к стандартам 80-х годов, ну и вообще поставили под угрозу жизни и здоровья наших казахстанцев. Я хочу сказать, что данное постановление неминуемо приведет к большим человеческим жертвам. И это кровавое постановление было подписано нашим правительством. В пояснительной записке к данному постановлению министр индустрии сообщает, пишет, что эти требования отмена подушек безопасности, отмена ABS и ESP никоим образом не отразятся на безопасности наших граждан. Вы знаете, это подписывает целый министр, зная, что имеются исследования, что научно и статистически доказано, что наличие систем безопасности ABS и ESP, так же как и подушек безопасности, все это снижает риск смертности, снижает уровень аварийности. И нужно быть настолько бестолковым министром, чтобы подписать вот такое сопроводительное письмо. Я хочу напомнить министру индустрии, что европейцы еще в 80-х годах приняли этот стандарт и от него не отходили, потому что они доказали, что наличие систем ABS и ESP снижает аварийность на дорогах, что наличие подушек безопасности снижает на 20-24% смертность на дорогах. И, соответственно, отказ от этих важных систем безопасности в автомобиле приведет к увеличению смертности на дорогах Казахстана. А это вообще-то наши граждане. И странно, что вот сегодня это постановление уже вступает в силу, и за эти 10 дней, оно было опубликовано 4 ноября, ни один из кандидатов в президенты, ни одна политическая партия, в том числе экологической направленности, никто из 156 депутатов, да никто вообще словом не замолвился по этой проблеме. А ведь жизни и здоровье наших граждан это вообще-то главная ценность, а вопрос безопасности это такая базовая потребность в пирамиде ценностей человека. Я хочу особо отметить, что мы, наша команда, партия «Намос» и движение «Нетутельсбору» будем требовать отмены данных пунктов постановления. Вот, коль все молчат, мы обязательно выскажемся на данную тему и примем соответствующие меры. Для начала я хочу привести немного статистических данных. По данным Казанажепром, КИЗЭТ, сравнивая 2022 год с 2015 годом, этот ресурс пришел к выводу, что смертность в Казахстане от последствий дорожно-транспортных происшествий выросла на 23%. Почему мы берем именно 2015 год? Это год, когда было принято решение о вводе, введении в действие «Намос» и «Намос» и «Намос» и «Намос» Какое это отношение имеет к сегодняшним событиям? За все время действия «Намос» и «Намос» и «Намос» и «Намос» и «Намос» и «Намос» и «Намос» автопарк Казахстана постарел и по тем же статистическим данным средний возраст Казахстана сегодня составляет 20,5 лет. Это данные, которые не учитывают еще 2022 год. Мы все прекрасно знаем, что в 2022 году в автосалонах не было новых автомобилей. Соответственно, логично предположить, что ситуация еще ухудшилась. Напомню, что до ввода в действие утеросбора в Казахстане в 2016 году средний возраст автомобиля составлял 18,5 лет. То есть налицо старение автопарка. К чему это может приводить? В Казахстане не ведется статистика, которая бы сопоставляла количество смертей в зависимости от конструкции и возраста автомобиля. А в других странах эта статистика ведется. Согласно исследованиям национального управления безопасности дорожного движения США, чем старше автомобиль, чем меньше он оснащен системой безопасности такими как ESP, ABS, Thrust and Control, подушки безопасности и так далее, тем больше шансов у участника дорожного движения погибнуть. Если вы находитесь в автомобиле 18-летнего возраста, то у вас на 70% больше шансов погибнуть, чем если бы вы находились в автомобиле трехлетнего возраста. И тут опять же вспоминаем, что у нас средний возраст карахстанского автомобиля 2,5 лет. Таким образом, отмена вот этих мер безопасности, технических средств безопасности, как ABS, ESP и так далее, подушки безопасности, это явный откат в прошлое, в прошлый век. И то есть явная угроза жизнью и здоровью не только водителя, но вообще всех участников дорожного движения, то есть и пешеходов и так далее. Что касается отката к норме евро-ноль, ну, на мой взгляд, это вообще то есть еще более возмутительная вещь, потому что стандарт евро-ноль был введен в действие в 1988 году. И на момент своего введения даже не было такого названия евро-ноль. То есть евро-ноль появилось, название такое появилось, когда вышло, в 92-м году вышел стандарт евро-1. Евро-1, евро-2 и так далее, вплоть до евро-5 с каждым стандартом требования усиливались, ужесточались. Если сравнивать евро-5 и евро-1, то требования, допустим, по содержанию оксида углерода ужесточились 8 раз, по содержанию оксида азота в 9 раз, по наличию твердых частиц в выхлопе до 50 раз. Евро-0 по твердым частицам вообще не содержит никаких регламентов, по дымности тоже не регламентируют требования, к дизельным двигателям тоже нет никаких требований, то есть практически даже сравнивать с евро-0 нельзя. То есть откат к евро-0 это откат не то, что в прошлый век, это вообще пещерный век, нас откатили, то есть тем самым поставили под угрозу жизни, здоровье вообще всех жителей Казахстана, не только уже и участников дорожного транспорта, дорожного движения, но и жителей, которые никогда не пользуются транспортом, которые просто дышат воздухом в больших городах Казахстана. Налицо явное нарушение конституционных требований, то есть статья номер один Конституции гласит о том, что высшими ценностями Республики Казахстан является человек, его жизнь, права и свободы. Также в Конституции содержится требование государству стоять на страже охраны окружающей среды и создание благоприятных условий для жизни граждан Республики Казахстан. Правительство в ручном режиме всячески поддерживает наш автопром. Первое, автопромы на протяжении 20 лет позволяют не производить автомобили, а собирать автомобили. Второе, готовые комплектующие в войсках Казахстана без налогов и таможенных кошек. Третье, для строительства автозаводов государство выдает льготные кредиты. Четвертое, для увеличения продаж автомобилей, собранных в Казахстане, государство выделяет льготные автокредиты населению. Пятое, для того, чтобы автомобили, собранные в Казахстане, продавались дороже и наши автозаводы могли заработать, ввели утилиционный сбор и сбор за первичную регистрацию. Как это работает? Например, если мы завозим самостоятельно автомобиль стоимостью в 10 миллионов то наш автопром не сможет продавать этот автомобиль, аналогичный автомобиль, дороже, чем за 10 миллионов тенге. Но если сейчас у нас есть утилиционный сбор и сбор за первичную регистрацию, то мы можем завести и зарегистрировать этот автомобиль уже не за 10 миллионов тенге, а за 12 миллионов тенге. Таким образом, автопром уже смело может продавать этот автомобиль за 12 миллионов тенге. И вот только на этом примере мы видим, что автопром может, продает нам автомобили дороже на 2 миллиона тенге. Шестое. При реализации автомобилей автопром не платит налог на прибыль. И, наконец, седьмое. Если вдруг что-то пойдет не так у нашего автозавода, то государство может реструктуризировать их кредит. Что это такое? Это списание, отсрочка, пролонгация и так далее. Либо, в крайнем случае, государство может вообще выкупить долю автозавода. То есть полный цикл, все включено. Когда мы просили ранее снизить утилизационный сбор до 100 тысяч тенге, нам говорили, что к нам хлынут старые автомобили из России, что наши автозаводы, которые вложили инвестиции, не смогут выполнять свои обязательства. Но в результате, наоборот, сейчас из Казахстана новые автомобили уходят в Россию. Создался очень большой спрос на автомобили у нашего автопрома. Дефицит автомобилей еще больше увеличился. Автомобили еще больше подорожали. И сейчас наше правительство переходит на новый уровень поддержки. Отменяет систему АБС, ЕСП, подушки безопасности. И даже разрешает производить автомобили с экологическим классом евро-ноль. Считаем, что в новом Казахстане не должно быть привилегий и льгот только для узкой группы лиц за счет граждан Казахстана. И мы, поэтому мы предлагаем отменить утилизационный сбор и сбор за первичную регистрацию для всех физических лиц, для всего малого и среднего бизнеса, которые покупают автомобили, грузовую технику, сельхозтехнику для собственных нужд. Как вы знаете, в 2016 году был введен утилизационный сбор на автотранспортные средства. Общество, активисты выразили свое недовольство, и этой работой мы занимаемся. Мы потребовали информацию о доле локализации. Министерство индустрии нам отказывает в предоставлении этой информации. Мы уже судимся по этому вопросу. Но когда речь зашла о безопасности, то есть становится понятно, что правительство испытывает, оно уже до точки кипения доводится. Одно дело, тут беспрецедентные меры поддержки автосборщикам. Другое дело, под сомнение ставят вопрос безопасности здоровья и жизни наших детей, которых мы возим по этим дорогам. То есть здесь мы просто так молчать уже не могли. Относительно судебных разбирательств. Сейчас у нас есть несколько судебных производств в рамках административного производства. Мы требуем провести работу по пересмотру ставок утилизационного платежа на автомобильный транспорт, на грузовой транспорт, на сельскохозяйственную технику. Почему? Потому что на автомобильный транспорт анализ регуляторного воздействия в принципе не производился. Потому что в 2016 году этот утилизационный сбор был введен. На сельхозтехнику утильсбор был введен в 2019 году, прошло уже больше двух лет с тех пор. Конъюнктура рынка кардинально изменилась, то есть пора переходить к тому, чтобы пересматривать эти ставки. За период этого действия дважды уже снижался утильсбор на автомобильный транспорт. Каким образом снижался, какая здесь экспертность, нам тоже непонятно. Один раз на 50% весной этого года снизили, без каких-то расчетов, ничего нам не предоставили. Также эта льгота касается автомобилей, ввезенных до 1 сентября, там вообще утильсбор практически обнуляется. И почему, какие здесь имеются расчеты, нам непонятно. Поэтому мы требуем провести анализ регуляторного воздействия, понять вообще, насколько сейчас в таких размерах утилизационный платеж для автомобилей, для сельхозтехники он необходим. Этой работой мы занимаемся. Относительно судебного разбирательства в части получения информации о доле локализации, правительство утверждает, что по некоторым моделям уровень локализации достигает 50% в Казахстане, это местное содержание, в среднем около 30%. Но мы хотим посмотреть, посчитать, что это за заводы такие, что за модели такие, какие операции там совершаются. Министерство индустрии отправляет нас на общедоступную информацию, на сайт Бюро национальной статистики, на сайт НПП «Томикен», поскольку там данные о сертификатах происхождения товаров публикуются. Но это далеко не подробная информация. В суде выяснилось, что соглашения о промышленной сборке, которые заключает Министерство индустрии с отечественными автосборщиками, они фактически засекречены. А именно в этих соглашениях указываются вот эти вот операции технологические, которые совершаются автосборщиками, и при совершении которых, если они свои обязательства в рамках этих соглашений выполняют, правительство возвращает им утилизационный сбор. Но мы не знаем, эти соглашения засекречены, и непонятно в итоге, какая локализация. То есть автосборщики, которые неплохо существуют благодаря тому, что все население платит утилизационный платеж, они отказываются показывать, ну какой локализации они в итоге довели свои заводы, свои модели. Вот это нам совершенно непонятно. И если посмотреть на статистику, статистика вещь упрямая, мы видим, что вот как только был введен утилизационный платеж, ситуация и в части экологии, в части старения автомобилительного парка, она становится негативной. Вот как коллеги до этого говорили, возраст автомобиля примерно с 18 до 20,5 лет вырос за эти несколько лет. Обеспеченность населения автомобилями, она также понижается. Стоимость автомобиля растет. Но мы с этим категорически не согласны, поэтому мы и обратились вот с несколькими исками в суд. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся что-то с этим сделать. О всех результатах судебных разбирательствах мы будем подробно рассказывать. И здесь очень важно привлечение внимания общественности, потому что утилизационный платеж, он касается не только автолюбителей. Утилизационный платеж, мы, все граждане Казахстан, кто ходит пешком, платят утильсбор, потому что стоимость утильсбора заложена в продуктах питания, сельхозпродуктов, которыми все мы питаемся, там тоже сидит утильсбор на комбайны, на трактора. Утилизационный платеж касается всех и каждого. И если говорить о понижении стандартов безопасности, это тоже касается всех. Системы АБС, системы ИСП, отсутствие этих систем могут привести к тому, что пешеходы будут больше страдать, отсутствие подушек безопасности, пассажиры транспортных средств будут страдать. То есть в данном случае, если правительство не примет меры по отмене вот этих вот послаблений для казахстанских автосборщиков, то мы и в этой части тоже обратимся в суд, имейте в виду. Еще один важный момент. Для чего правительство принимает постановление, которое по факту может привести к гибели наших граждан, приведет к росту аварийности на дорогах? Делается это все для того, чтобы лоббировать интересы российского автопрома. Потому что Министерство индустрии официально заявили, что данные меры стали необходимы для того, чтобы автомобили, такие как УАЗы, Лада, ВАЗы и другие ТАЗы могли спокойно производиться в Казахстане. Но у нас такой вопрос. Если российский автопром отстал в своем развитии, почему мы должны понижать стандарты и требования под них? Причем тут казахстанцы? Почему должны страдать казахстанцы? Почему мы не можем создать условия для наших граждан, чтобы они наоборот ездили на более безопасных автомобилях? И те граждане, которые считают, что у меня есть подушки безопасности, у меня отличный автомобиль, и меня это не касается, далеко заблуждаются. Потому что автомобили без АБС и ЕСП имеют более длительный путь торможения и могут въехать и, соответственно, совершить ДТП с участием вашего автомобиля. Тут самый важный момент, это почему мы, 19-миллионное население казахстанцы, страдаем, оплачиваем утесборы, первичку. То есть, наши правительства сделали все, чтобы создать самые тепличные условия для кучки олигархов, которые делают вид, что производят автомобили. И страдают все казахстанцы. Вы статистику уже слышали о среднем возрасте автомобиля, о ситуации с экологией в больших городах. У меня вопрос к Смаилову. Наши министерства индустрии точно получают финансирование из казахстанского республиканского бюджета или же все-таки они финансируются из-за рубежа? Второй вопрос. К тому же Смаилову, Ускимбаеву и Лаврентьеву. Вот вы сами на каких автомобилях ездите? Я видел вас на автомобилях Mercedes S-класса, где 12 и 16 подушек безопасности. Я уверен, вы своих детей не садите в автомобили казахстанского производства, где нет подушек безопасности, где нет систем ABS и ESP. Так почему же вы считаете, что казахстанцы и дети наши должны садиться в такие автомобили? Вчера ночью в Мангастау было ДТП, погибло два человека в автомобиле, который как раз не имел такие системы. За этот год погибло более 120 детей наших казахстанских на дорогах. Почему вы пренебрегаете этим? Почему молчит Министерство внутренних дел, не анализирует данную ситуацию? Какие автомобили чаще всего приводят к смертности? Нет такой статистики, не анализирует. Почему молчит Минэкология? Ведь все это ведет к ухудшению экологической ситуации в наших городах, в мегаполисах. Отсюда заболевания, отсюда все эти насморки, аллергии и прочее. Почему молчит Минздрав? Все молчат, все с этим мирятся с тем, что казахстанцы будут погибать. И в этой связи мы, первое, требуем отмены этих пунктов постановления. Если нет, мы будем это в судебном порядке требовать отмены. Второе, мы все так же, как и в прошлом году, требовали отменить всю систему мутизбора. По сути, ничего не изменилось. Вы посмотрите, мы хотели устранить частный поуроб, для того, чтобы деньги поступали в бюджет, чтобы это было прозрачно. Но пришел Жаслдаму, деньги также поступают на счет Жаслдаму, там аккумулируются, там они сами что хотят делают, сами управляют этими деньгами, отправляют снова в автопром, снова на какие-то проекты. Да ничего, по сути, не изменилось. Все те же половинчатые решения. И даже те более или менее поставленные поуроб, станции, зарядки, электромобилей, в Алматы сейчас ни одна из них не работает с того момента, как начал работать Жаслдаму. Так получается, еще больше, еще и ухудшили ситуацию. Лучше бы тогда не трогали. Поэтому мы по каждому из этих пунктов, наша команда будет готовить заявление в парламент, в правительство, в суды. И вот просим всех наших сторонников поддержать и подписать шаблон заявления, который мы уже подготовили и сегодня опубликуем. Необходимо будет его подписать и просто отправить в правительство. Министерство индустрии в этом году, по официальным данным Антикора, у данного министерства наблюдается рост коррупционности на 500%. Вы знаете, сколько посадили вице-министров экологии. Поэтому они работают все по старинке, все работают на больших коррупционных схемах. Это доказанный факт. И мы считаем, что эти два министерства нужно полностью реорганизовать. То есть, есть эти министерства, нет, ситуация хуже не станет. Но самое время сейчас это сделать реорганизацию, пересмотреть их полномочия, сделать их работу более эффективной. Насколько вот это решение является не просто лоббированием российского автопрома, а политическим решением прогнуться перед Путиным. И насколько оно может президенту Тукаеву подложить свинью перед выборами, которые состоятся уже в ближайшие дни. То, что подложили большую мину под него, в том числе под его избирательную кампанию, это 100%. Они не могли что-ли подождать немного, пока не закончатся выборы? Нет, им нужно было это сделать до дня голосования. Получается, им абсолютно все равно. На этот избирательный процесс, на выборы. Они понимают, каким будет исход. Это говорит о том, что они очень наплевательски относятся к политической ситуации в стране, в том числе и к электоральной. Поэтому это требует прям особого внимания со стороны кандидатов в президенты, действующих президентов Касмужа Марта Тукаева, в отношении данного вопроса, потому что это жизни и здоровье наших граждан. Я еще раз отмечу, ни один кандидат, ни одна партия, ни одно экологическое движение, ни один из депутатов, никто не поднял эту тему. Все просто смирились. Мы вообще привыкли мириться, что у нас все самое худшее. Скляр два года назад открыл с помпой новую линию сборки Лады в Костанае, в то время, когда весь мир переходит на электромобили, на автомобили, на водородах. И я вообще не могу понять, почему мы миримся с тем, что у нас всегда все худшее. Худшие школы, худшие условия, худшие университеты, худший автотранспорт. Поэтому очень обидно, что молчат все, никто не оппонирует правительству, молчит общество и, конечно, мы будем получать все самое худшее. Танжар Букаев назвал это постановление правительства кровавым. Я бы назвал его еще позорным, потому что позорна та ситуация, когда жизнь и здоровье казахстанцев становятся заложниками вот этого прогиба перед Путиным, заложником большой политики. И также позорно это молчание общества, молчание СМИ. Вы видели, что спикеров было столько же, сколько журналистов в зале. Хотя и движения нету здесь в двору, и Костак, которому принадлежит национальный пресс-клуб, рассылали эти приглашения на эту пресс-конференцию. И позорно молчание партий. Здесь упомянули и партию Республика, где есть немало пропагандистов электротранспорта и экологическая партия Байтак. Все думаю потому, что этим двум партиям, насколько я слышал, пообещали, что они будут зарегистрированы, а значит, надо себя хорошо вести и не поднимать такие острые темы. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за донаты, которые вы присылаете. И которые помогают нам выходить в ежедневном режиме, из-за исключения предыдущих вторника и понедельника. Копков Рахмет, огромное всем спасибо. Мы делаем гиперболей вместе. Донаты послать очень легко на номер телефона, на номера банковских карт-халлы и Каспий Голд. На Каспий Пэй вы видите на мониторе QR-код, который нужно просканировать с помощью мобильного приложения Каспий. А зарубежные подписчики могут нам помочь с помощью системы перевода PayPal. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok